Да, быстренько пронеслась перед нашими глазами. Ну и, собственно, полуфинальная стадия, она к этому обязывает. Здесь бросование. Все, началась встреча и первая фото. Павел сам пошел в атаку и... Агинских пошел в проход, сделал скидку на Перова. Перов из угла. И в себе парень, несмотря на то, что он всего лишь 2000 года рождения, самый юный в составе Лафанасьева и Илью Агинских. И Лай Ичу появились на площадке у команды китайского Тайбэя. Тут рвет и мечет Родион Ардислам. Пока мы с этим справляемся. Два броска с игры. Ох, еще и перехват удается. И быстрый отрыв убегает. Мотовилов на Егорова. Егоров пошел в проход. Но опять же, китайский Тайбэй, команда невероятно дисциплинированная. Можно не сомневаться, что какая бы разница в счете не была. Бороться они будут до пасхи. О том, что в первую очередь стараются чисто играть игроки. А во вторую, что возможно даже нет под кольцом на подборе. Как раз таки очередной подбор сейчас сделал Владислав Бобровских и помог своим... И рывки 10-0, 0-10, 7-0. Ну, посмотрим, сколько это будет продолжаться. Афанасьев со средней. Понимают они, что нет смысла им лезть под кольцо. Стараются совершать дальний. Пока отказался китайский Тайбэй от прессинга, решил активно работать на своей половине. И в этот... Тайбэй сейчас в ближайшей паузе. Посмотрим. Да, один из девяти у них из-за дуги. О том, что с реализацией все очень хорошо у нашей команды. И все совсем плохо у команды китайского Тайбэя. Тайбэй в этой атаке, в атаке россияне. Проходе был сейчас. Есть вероятность, точнее того, что во второй половине китайский Тайбэй покажет совершенно другую игру. И как раз таки... С 16-ти, а сейчас Павел Афанасьев имеет возможность на пятерку, пока тянет игра. С штрафными есть проблемы у китайского Тайбэя. И увеличить разрыв. Им в следующих двух таймах. День и третий фолл у Фана. Сборная России в атаке. Снова проход от Досенг. А до этого был выигранный подбор в нападении, в исполнении китайского Тайбэя. Ну вот тот компонент, в котором китайский Тайбэй нас чуть превосходит. И со студенческой сборной России 2. Ну вот так вот... Тут неудачный опыт, пока удается преобразить. По-моему, Перов, да, это вот... А, это... Аксенов, Аксенов, да. Успел вернуться в защиту и блокшот от весь защитник у российской команды. Но продолжается атака россиян. Здорово, здорово работает. Подбор, впрочем, как и всегда, остался за российской командой. И снова в проходе забивает. В четверо. Сегодня у них это совсем не получается. И... На самом деле, учитывая, кто у нас под кольцом, то тут скорее говорить о том, кто с дуги попадать наконец начнет. На нем игроки китайского Тайбэя. Ну и это у них не очень хорошо получается. Дальняя атака от россиян. Подбор в нападении забирает. У китайского Тайбэя. И... Он заставляет ошибиться. Авантюрная, авантюрная была передача. Кольцов какой делает перехват. И три в одного убегаем. 58-30. У нас счет. Брал. Отобрал мяч у игрока команды. Мы тоже с командой соперника справляемся. Ну вот он. Вот он этот прессинг по всей площадке. Разбиваем. Егоров один из самых результатов. Прессинг и трехочковый бросок. Исполнение Агински. Здорово. Кольцов классный подбор. Нападение не выиграл. Оригинальную передачу на Аниценко сделал. Тот на путь. Афанасьев с мячом. Как говорили мы уже в начале встречи. Что в среднем китайский тайбейс забивал по 95 очков за игру. Но сегодня мы видим какой-то своим партнером по команде под кольцом. Лучше реализовывать. Но... Увидел, что есть возможность дальний бросок сделать без сопротивления. И этой возможностью воспользовался Аксен. Аксен работает и поедет с этой командой на Универсиаду, в Неаполь. В общем, огорчен. И... Оббегались и преимущество более чем убедительное у российской команды. И, наверное, уже все потихоньку держат в голове завтрашние матчи. Вот. Хорваты играли уже с тайбэем в группе. Напомню, что они в прошлый раз потерпели поражение. Но при этом 30 минут там очень равное... Агинских не устает подборы собирать. В общем, кстати, у нас никто там на дабл-дабл не претендует в сегодняшней встрече. Агинских, кстати, да. Агинских идойников, ну, собственно, кто бы сомневался. Чуть-чуть им не... Это Уэсбрук здесь, а не Агинских. То Уэсбрук бы такой подбор забрал. Здорово. Газали. Сомневаться. Понятно, что сюда китайский тренер с победой. И, в общем-то, узнаем его мнение о предстоящем финале. Ну и вот он. Ниценко будет обыгрывать один в один. Не получилось. Отдал передачу на Бобровских. Владислав сложный бросок исполнил. Вдвоем мы тут подбор забираем. И... ...предельный тренер состоится в 19-й.